Всем привет, мои хорошие! Сегодня мы собираемся пойти поужинать в одну таверну, и поэтому я хочу одеть сегодня мой новый костюм, который я одену впервые. Это вот этот print art, который я заказывала с Айташи Инсайд. И там есть черный костюм с желтыми вставками, и поэтому я попробую сделать макияж, который будет подходить под этот костюм. Лицо я уже подготовила, сейчас я буду наносить праймер на глаза и на тень. Вот, я взяла свой праймер от ELF Mineral Eyeshadow Primer, это минеральный праймер. Он идет вот в таком цвете, но на самом деле, когда его растушевываешь, тогда цвета никакого не остается. Так, я сейчас его нанесу, буквально немного, и я его растушевываю кисточкой от Real Techniques. Работать нужно быстро-быстро, потому что, чтобы он не высох. И так же по нижней линии ресниц немножко. Далее, для оформления бровей я беру самые темные тени из набора Everyday Minerals Who's That Girl. Мой самый любимый набор. Тени назвались Summer 2014. И я их насыпаю в крышку и оформляю брови тоже из набора от Real Techniques вот такой скошенной кисточкой. То есть, на сухую можно... То есть, таким образом я набираю и начинаю просто растушевывать. То есть, придаю форму, насколько мне нужно. И вот у меня уже одна бровь готова. То есть, это все очень быстро. Минеральная косметика мне чем нравится, потому что вся работа идет очень-очень быстро. То есть, не надо долго растушевывать. Так, немножко расчешем бровки. Я использую вот такую кисточку от Tushy. Все, брови готовы у меня. Так, я буду использовать две вот таких палетки от ELF. В принципе, ими я пользуюсь тенями очень редко. Одна вот такая геометрика. Это была новинка. Ей буквально, я не знаю, месяц, месяц-два. Я буду использовать вот эти золотые и, возможно, темные. И с этой палетки идет как книжечка Get The Look Beach Beauty. Это была летняя коллекция. Здесь румяны, тени, бронзеры, помадки. Я, возможно, буду использовать тоже золотой оттенок. Посмотрю, какой из них ляжет более ярко. И все оттеню темными тенями. Набираю вот этот желтый оттенок. И начинаю. Наношу на подвижное веко верхнее. Под бровь я нанесу вот здесь сверху. Такой светло-золотистый, немного, как песочный чуть-чуть оттенок от брови. То есть совсем немного, потому что там сильно шиммерные они. И более золотой я нанесу вот сюда также посерединке просто, чтобы увеличить емкость цвета. Так, теперь я буду затемнять, делать складку себе. И я возьму на нижнюю, на нижнее веко я нанесу самый-самый-самый коричневый оттенок, самый темный вот такой плоской кисточкой. Так, и сверху также я наношу вот эти темные тени. Тени темно-коричневые. Я сначала крашу. не один глаз а потом второе одновременно делаю чтобы видеть чтобы получалось меня все симметрично не знаю я так привыкла и теперь я беру другую кисть от reality вниз она бочонок более толстенькая потому что ею быстрее можно нанести и растушевать тени вот почти готов и также с этой стороны я делаю ну все я темные тени нанесла теперь я их не аккуратно растушевала то есть я нанесла больше как цвет и чтобы сейчас все это замазать хорошенько растушевать чтобы не было таких четких границ я беру опять вот такую кисть от real technics для которой идет для основных теней и я беру самый светлый оттенок и начинаю растушевывать границу чтобы она не была такая сильная и опять же где-то можно будет потереть следы если вы неправильно нанесли что-то то есть что мне нравится светлые тени что то что ими можно все подправить так и остатки теней я просто убирают кистью для пудры вот и все с тенями я закончила здесь у меня вот такое золотое получилось то что подходило более-менее к моему костюму коричневыми тенями я оттенила и сейчас я сделаю подводку я наверное скорее всего сделала вот такую тоже от эльф подводку кремовую она мне очень нравится она очень стойкая и я сейчас воспользуюсь кисточкой которая шла в наборе вот такая она плоская и тонкая кисть так еще раз повторяю я не профессионал в рисовании стрелок тем более я их не могу сделать так как мне нравится из-за моего века поэтому я делаю небольшие стрелочки вот здесь по бокам и нижнюю часть я иногда оставляю чуть-чуть раскрытой то есть нижней по нижней границе ресниц но сейчас я соединила и получилось у меня вот так вот если сбоку смотреть сейчас я нанесу прокрашу свои ресницы и потом подумаю каким цветом я сделаю губы так вот и все у меня реснички уже прокрашены я использовала диор тушь дешевый экстаз она очень очень черная и кисточка достаточно удобная и что мне уже нравится то что тушь уже более-менее загустела и ресницы стали выглядеть вот такими пушистыми так я всегда использую и покупают тушь которая придает объем потому что у меня ресницы сами длинные но они тонкие поэтому мне длина не нужна мне нужно нужно объем именно так и все и сейчас что я буду делать какую я буду использовать помаду наверное я возьму опять же с этой палетки эльф и смешаю как всегда которые тона я использую я их просто беру с каждого и я их смешиваю и получается такой более-менее натуральный ягодный цвет и мне кажется для глаз очень подойдет и как раз сейчас вечер то есть они не будут сильно выделяться но в то же время они подчеркнут губы вот мой окончательный вариант сегодняшнего макияжа я использовала сегодня минеральную косметику от everyday minerals для моего лица и для макияжа глаз я использовала тени и подводку от эльф которую я заказывала с сайта iHerb и также помаду тоже с палетки от эльф смешала я как и сказала смешала я три цвета получился вот такой ягодно натуральный цвет для вечера хорошо для ярких глаз тоже подходит как я считаю и пошла я смотреть как там собирается моя дочь и потому что я слышу что они там ходят и не знают что одеть пойду я всех их собирать теперь спасибо за просмотр если вам понравилось ставьте лайк и будем на связи всем пока пока